Приветствую вас и спасибо большое за то, что написано все так подробно. Я постараюсь вам также подробно ответить на ваши вопросы, которые вы задали. И начнем, пожалуй, собственно говоря, сначала с того, что вы говорите про психолога. Знаете, здесь одна тонкость. Дело в том, что очень часто бывает так, что человек, который обращается за помощью к психологу, он, как бы сказать, прикладывает на них вот какие-то твои проблемы, и без них уже не может. И для психолога это, конечно, рай и раздолье, но меня всегда волновало, чтобы человек решал свои проблемы психологом, а не делал психолога образом своей жизни. Я понимаю, что терапия может длиться очень долго, месяцами, годами, как это в Америке, например, происходит. Но всегда ли это так обратно? И поэтому, чтобы сохранить в вас ресурс, который необходим для самостоятельного решения проблем ваших, я стараюсь вам помочь так, чтобы именно вас подвигнуть на правильный выход из положений. Первое, что вы пишете, это про манипуляцию и про свои силы. Вы говорили, что с этим делать. И вы знаете, вот тут вот сходу можно сказать, что это что-то идущее из детства. Возможно, вероятно, вы считаете себя недостойной того, чтобы что-то попросить у мужчин. И вообще, наверное, у людей что-то попросить. То есть, признать себя слабой в этом плане. И вы скажете вопрос, а почему вы считаете себя недостойной что-то попросить? Почему другие могут, а вы нет? Чем вы хуже? Или вы считаете, что это вас унижает? Или вы просто не привыкли к тому, чтобы просить других людей о чем-то? Соответственно, если это так, то нужно вот этот вопрос решать. Как? Ну, во-первых, доверяйте своим желаниям. Вот вы и писали там дальше, что не можете привыкнуть ответственности на мужчину, любовника за себя, потому что это ваша жизнь. Но если это ваша жизнь, то вам нужно как бы себе доверять. А что значит себе доверять? Доверять себе, это означает доверять своим желаниям, своим желаниям. Вот если они у вас есть какие-то желаниям, значит вам их нужно озвучивать. Их не нужно держать в себе. Их не нужно сдерживать, их не нужно подавлять. Они все равно найдут выход. Ага. В той или иной форме, но они найдут выход. Всегда. И для вас лучше будет, если они найдут выход. Ну, естественно, по крайней мере не будет вот этих вот отклонений. У вас аномат в победе. Значит, мы понимаем, да, сейчас, что у вас есть желания определенные, и эти определенные желания ищут возможности реализоваться, но вы этой возможности им не даете, и в итоге реализуете их косвенно. Либо случайно, либо целенаправленно через манипуляцию. То есть, как бы делаете так, чтобы человек, в данном случае мужчина, сам пришел бы к тому, что вот вам нужно. Ну, вы знаете, это, по сути дела, переложение, ответственность на него, за то, что вы хотите. Ведь вы не говорите прямо, дорогой, я хочу там, чтобы ты там был со мной, чтобы ты развелся там с женой и так далее. Или открыто поставить его перед вебом. Например, если хочешь быть со мной, разведись со своей жизнью. Если хочешь быть с ней, оставайся с ней, но про меня забудь. Это справедливость. Но вы этого не сделали. Вы прямо об этом сказали, хотя этого хотели. Хотели, потому что этот человек, любовник, для вас много значений. Ритма, это момент. Момент, что вы не голосите открыто от своих желаний. Ну, это нужно менять только лишь путем нарушения. То есть, у вас процесс нарушения будет меняться в поведении. Для этого нужна волевая регуляция. Если вы не знаете, что такое волевая регуляция. Или если у вас с этим есть определенные проблемы, то я вам помогу. Особенно. Вот. Значит, используя волевую регуляцию, вы меняете свое поведение. Прислушиваетесь к своим желаниям более активно. И высказываете их откровенно, не боясь при этом выглядеть славно. Общательно. Это ответ на ваш вопрос, который вы писали немножечко позже. Его писали, как бороться со своей силой. Об этом я скажу чуть подробнее. Итак, вот этот вот первый адзат, он касается того, что с этим делать. Дальше. Дальше вы пишете, значит, ответственность. Ответственность. Вы говорите, что вы не можете приложить ответственность на себя, на другого человека. И далее, значит, прекрасно понимаете, что мне мое знакомство с полностью идеальным мужчиной маловероятно. И, значит, оставлю там один процент. Понятно это, значит. Вот вы тут, в принципе, пишете по поводу того, что есть минусы. Вопрос в том, зачем вам это. Это как бы, две стороны медали. И вот здесь, этот момент, он связан с последующим, как вы видите, уже когда говорите про мужчину, что вам нужна поддержка мужчины. Поддержка и вопрос, зачем вам это нужно, это как бы две стороны медали. Одно. Да. Первое. Зачем вам это нужно? Знаете, что? Человек, если любит, он воспринимает другого человека, как ценность в себе. То есть, ему хочется что-то делать для этого человека, быть с ним. Да. И человек с его потребностями, с его недостатками, понимается, как, ну, как такая, знаете, ценность в себе. Человек носитель ценности. И вы при наличии чувств к нему воспринимаете его исключительно, как бы целостно. то есть, понимаете его таким, как он есть, целиком и любите его таким же. Если этого не происходит, то тогда получается, что вы этого мужчину для чего-то хотите использовать. мужчину. Признал, у вас есть симпатия, безусловно, но эта симпатия не имеет ничего общего с любовью. Любовь – это безусловное желание делать что-то для человека. А вы спрашиваете, зачем мне терпеть негативные качества любовника? Мужчин. Это намекает на то, что вы воспринимаете человека как средство и хотели бы использовать его для растяжения своих целей, а именно потому и для того, что вам нужна поддержка. Вам нужна поддержка мужчин. Вот вы знаете, поддержка мужчины и нуждаемость в поддержке – это, я думаю, следствие того, что у вас не было отца. Согласен, звучит это довольно избито. Наверное, даже смешно может быть немножко. Но это, в общих словах, конкретно то, что является вашей проблемой. Почему? Вам нужен мужчина рядом, вам нужна опека, его поддержка, то есть все то, что обычно дает ответ на то, чего вы в детстве не получили и теперь вы в этом нуждают. И правда заключается в том, что очень сложно пройти вот заново. Обычно говорят, как, если человек чего-то не получит, на каком дейтапе в своей жизни, то ему нужно вернуться туда, через ретроспекцию и заново пережить и получить вот те эмоции, те чувства, которые ему нужны. И вам это будет сделать сложно. Вот почему. Поскольку вам нужен мужчина рядом, ну грубо говоря, вам нужен такой вот ответ, то есть тот человек, который будет вас поддерживать, который будет о вас заботиться, и так далее, то вы естественно с будущим взрослым смешиваете это, эту потребность, потребность, кстати говоря, нормальная, естественная, с потребностью мужчины. И это для вас, для вас это естественно, но вообще-то говоря, это неправильно, потому что мужчина не может выполнять те обязанности, которые выполняет отец, но вам-то это нужно. И значит, если вам нужно, то где-то это нужно брать? Где брать? Брать это можно только через дружбу с мужчиной. Вот дружбу с мужчиной, который был бы старше вас, который бы относился к вам как к дочери, и который бы давал вам вот эту вот всю поддержку, там запрос и так далее, без налета личных отношений. чтобы вы получили, чтобы вы получали то, в чем вы нуждаетесь, не накладывая одно на другое, фактически тогда эту потребность вы удовлетворяете. Ну вот, давайте представим, да, что вот у вас есть основная фигура. Фигура – это потребность в мужчине. Вы выговорите, что вы не можете быть без мужчин. Вам нужен мужчин, вам нужна поддержка. Хорошо. Вот вы эту поддержку получаете, да, получаете поддержку. И что остается? И что остается? Если вам не нужна поддержка, больше теперь у тебя, что остается? И а можно вам идти легко, и вы спрашиваете, а так ли вообще, так говоря, мне нужен любовник, у него есть недостатки, которые я не очень-то хорошо признаю, не очень-то хорошо принимаю. Но вас сдерживает вот эта вот поддержка, ну да, поддержка. Соответственно, уберем поддержку из вашего сорта. Представим, что вам больше она не нужна. Вот просто вот, не нужна вам больше поддержка мужчины. Не испытываете вы нужды в нем больше. Что остается? Вот. Но этот вопрос вам нужно ответить. И если ответ будет таким, что без контекста поддержки вы пересмотрите свое отношение к мужчине, то тогда на личного друга, такого наставника может быть, даст вам свободу в построении таких отношений, которые бы вас устраивали в целиком и полностью. в целиком. Более того, наставник, возможно, научил бы вас показывать свои желания, что тоже является очень важным качеством для построения нормальных отношений. и, надеюсь, что не признать все. Непартамент